Так, добрый вечер. Надо вас приветствовать. Нармония Новикова, зовут Невмония Владимировна. Я работаю проектом, который называется «Школа независимости». Этот проект состоит из ряда программ. Программа стационарная на базе городской дробологической больницы. Программа амбулаторная, которая сделана для выпускников терапии зависимости, когда справившись с задачей англичной терапии. И сюда же включена ряд послелечебных программ и семейная программа, в формате которой мы с вами встречаемся сегодня. Образовательная часть этой семейной программы. Значит, единственное новое, которое сегодня у нас, это то, что несколько лекций пришлось немножко поменять, не стали, поскольку у нас есть нужная потребность снять сегодняшнюю лекцию на видео. Вот, поэтому, так сказать, кто из вас слышал уже эту лекцию, уж извините. Но, на самом деле, она звучала достаточно давно, но тем не менее, сегодня должны были все, кто звонил, предупреждать о том, какая сегодня лекция. И лекция сегодня будет называться «Масклерой». Вот. Значит, хорошо. Итак, в чем смысл, в двух словах, вообще, семейной программы? Я сегодня вижу много новых лиц, поэтому я считаю, нужно, необходимо об этом сегодня сказать здесь. Зачем вообще во всех центрах мира существуют семейные программы? Казалось бы, уж и так намучились, и уж и так мы страдались, есть в семье зависимый человек. Зачем родственникам? Как правило, первое и часто звучащее «Мне это зачем?» И когда пытаешься объяснить человеку, что он нуждается в помощи, то как бы это встречает обычно большое сопротивление родственников. Почему и что? В чем истинные причины этого сопротивления? Мы с вами разберем в дальнейших лекциях, где мы будем с вами знакомиться со всем тем, что связано вообще с культурой выздоровления. Потому что расстаться с наркотиками и алкоголем достаточно просто. Вот жить без наркотиков и алкоголя практически невозможно тому, кто имеет зависимость химическую. Так вот, мы с вами должны сделать выбор. Или мы те люди, которые будем рядом с зависимым, помогать зависимому выздоравливать. То есть, как бы третьим это особенно не дано. Или мы будем помогать зависимому выздоравливать, а у него дорога длиной вся жизнь. Потому что это неизлечимое заболевание. Можно добиться только вашей зонаремиссии. То есть соленый огурец свежим стать уже не сможет никогда. И вы должны это понимать. Половина химически зависимых людей – это люди, которые родились с предрасположенностью к зависимости. Они не хотели быть не алкоголиками, а не наркоманами. Они платят за болезни своих отцов, дедов, матерей, бабушек. По-разному бывают в разной семье. Вот. Значит, поэтому нам надо с вами определиться. Почему же мировое сообщество говорит о том, что 70% срывов из-за саботажа семьи, даже после хорошей терапии, которую прошел пациент, слушайте, 70% срывов – это очень большая цифра. Именно потому, что семья отказывается от участия, от сотрудничества с консультантами, терапевтами и от личного выздоровления. И остается тогда два варианта. Или мы участвуем, так сказать, изгоняем болезнь из себя, а не наркомана из семьи. Это самый простой вариант. Дядя его вышел, он закрыл дверь и все. Но если бы все было так просто. Так вот, единственное, на что мы можем лезть, это на самих себя. К этому я вас и призываю здесь постоянно. Так вот, из себя изгонять болезнь на начало, потому что только тот, кто умеет решать свои проблемы, может помочь другому. И только тот, кто умеет справляться со своими проблемами, может быть рядом с наркоманом. Иначе все остальное будет мешать, вредить и провоцировать. Ибо есть некий механизм, уже закрученный на определенный образ жизни рядом с зависимым. И какую бы деталь этого механизма мы бы не вылинули, мы бы какие мастера бы его бы не промыли. Если вы детальку вставляешь назад, этот мотор мощный, работающий, угадайте, как раз, что эта деталька случится. Она все равно подчинится общему ритму. И, конечно, это более парадоксальные вещи, которые вам, может быть, не будут понятны с самого начала. Если я скажу, что семья мешает выздоравливать, вы, наверное, удивитесь шутка. Но это так. И если я скажу, что созависимость от болезни, которой болели члены семьи, гораздо тяжелее, чем химическая зависимость, может быть, вы тоже не поймете, о чем я говорю. Так для того, чтобы понимать все это, мы с вами здесь и собираемся. Для этого мы читаем книги, для этого мы прислушиваемся к себе, идентифицируемся, для этого мы учимся понимать, почему от осины не родятся апельсины. Для этого мы здесь собираемся, чтобы понимать, что корень зависимости и соцзависимости, в общем-то, едины. И это тоже кажется странным. Поэтому или я отхожу от зависимого вообще, вообще просто подальше, потому что я уже свое дело как бы сделала, поэтому умываю руки. Или я продолжаю с ним взаимоотношения, но выстраиваю их на новой какой-то базе, на базе понимания своего состояния убирать какие-то стереотипы поведения, которые не принесли плоды, а точнее принесли уже плоды. Так вот, я уже принес плоды, извините, за такие фигуры. Так, может быть, стоит задуматься. Если я буду поступать так же, как я поступал всегда, я буду получать то же, что я получал всегда. Для этого, значит, нам надо поучиться чему-то. Никто из нас ни глуп, ни плох, ни недостоин. Просто мы живем так, как нас научили. Вот и все. Когда-то это годится, когда-то это не годится. Нам надо выяснить стереотипы поведения, которые самопораженческие называются, и научиться другим каким-то поведенческим таким технологиям, которые будут полезны и мне, как личности, и человеку, который страдает от первичной, смертельной, неизлечимой, прогрессирующей, прогрессирующего заболевания, характеризующего зависимости от всех видов препаратов, изменяющих сознание. Это домоклов меч на всю жизнь. И по этой дороге надо идти все время, поднимаясь на ступенечку вверх. Остановиться — это не значит стоять. Остановиться — это значит возвращаться туда, в ад, в активную зависимость. И поэтому мы заинтересованы, чтобы рядом с нашими выпускниками или с кем-то, с другими выздоровающими наркоманами был рядом человек, который понимает что-то больше, о том, какие виды наркотиков принимает там и близкие. Наблевать на какие виды. Какая разница, какие виды он принимал, а что там было дальше. Сейчас надо думать о том, что мы можем сделать полезного сегодня, завтра и так далее, чтобы самим не умереть и не провоцировать нашего, казалось бы, горячо любимого сына, Божьей и так далее на смерть. Вот, хорошо. Так вот, наша лекция будет сегодня называться «Маски и роли». О каких таких масках и ролях будет сегодня идти разговор? Давайте разберемся. А разберемся мы вот таким образом. Мы поговорим немножко с вами о родительской семье. Все мы родом из детства. Все мы выходим из своего детства с определенными лозунгами, с установками, из философии, которые несем по жизни, как на первомайской демонстрации. И если ребенок попадает в семью, которую мы называем деструктивной, а об этом мы поговорим в следующий раз, я вынуждена сегодня читать другую лекцию, обычно читать деструктивной семье, а затем уж о масках. То есть о той семье, в которой есть и папа, и мама, и бабушки, и дачи, и машины, и квартиры порой. Но это не семья, это какое-то соединение людей. Ибо семья – это что-то большее. Это когда люди собираются для решения каких-то совершенно конкретных задач. Как правило, основная из этих задач – это продолжение рода. Ибо мы последние в этом роду, мы пришли, чтобы продолжать этот род. И за нами стоит целое поколение. Одно, другое, третье, десятое, в седьмом колене уже 560 человек. Если за нами поставить наших папа и мам, я вам уже говорила об этом, а за ними их папа и мам, и так далее, так в седьмом колене только 560 человек. И мы как бы продолжаем свой род, и знаем мы или не знаем, осознаем или нет, мы встречаемся для того, чтобы продолжить жизнь нашего рода. Но продолжить жизнь нашего рода – не хитрое дело. Но хитрое дело – это выполнить свою родительскую функцию. И выясняется, что основная родительская функция на самом деле – это быть ролевым образцом. Вот для чего ребенку родители. Это не говорить о том, как надо, а показать этому ребенку, как делать нам. Казалось бы, сколько несчастья было у человечества, сколько слез пролито женщинами и мужчинами, когда им не давался ребенок. Считалось, что это небеса как-то к ним очень жестко отнеслись, и вообще за что, Господи, возглашали они? Ты не даешь нам гори. И считается, что когда отдал тебе Бог ребенка, во-первых, это не твой ребенок. Не твой. Право на человека – это, ну, по меньшей мере, глупо об этом думать. Нету моего мужа, моей жены, моего личного ребенка. Это все заблуждения большие. Это он нам доверил этого ребенка, чтобы к определенному возрасту он больнялся, и был бы человеком, и был начинен чем-то таким не самопораженческим, по крайней мере. В идеальном состоянии он был бы священником, ибо человек – это священник, если это человек. То есть тот, кто освящает, созидает, и ко всему, к чему притрагивается, улучшает себя вокруг себя. Вот что такое человек в высоком смысле этого слова. Да, и до пяти лет мы знаем основной поток информации, ребенок воспринимает прямиком на подсознание. Он строит свой фундамент прямиком на подсознание невербально, не через слова. Через он наблюдает. Он смотрит в глаза папы и мамы. Он еще не знает ничего. Только два Бога и четыре глаза, из которых струится и лжадно читает информацию о себе и о внешнем мире. И это базовая информация, которую он получает до пяти лет. Хороший ли он, любимый ли он, или он раздражает, только всех он плохой, и нелюбимый, и нежеланный, и так далее, и тому подобное. Так вот, знаем мы это или не знаем, мы человек рождается с определенным набором потребностей. Лекция о потребностях я тоже слышала, кто-то еще будет слушать. Может быть, мы не знаем ничего об этих потребностях, но, как говорится, незнание закона не освобождает, что называется. Поэтому мы рождаемся, и по меньшей мере 20 штук этих потребностей существует у нас. Это нечто, что нельзя подержать в руках. Нельзя пощупать, понюхать. Это то, без чего человек не может быть. Ни физически, ни психически здоров. Вот. И человек будет стремиться удовлетворять свои потребности. Понимает он о них что-нибудь или нет. Мотивация поведения любого человека, в мотивации, поскольку лежит удовлетворение потребностей. Ну, на престолом примере я обычно привожу, когда родители спрашивают, ну, как же так? И квартира хорошая, и евроремонт, и компьютер навороченный, и все мы ему даем, что ему надо. Почему он выбирает соседний подвал, из которого мы его вылавливаем? Все связано с потребностями. И я говорила, и буду говорить вам постоянно, бесконечно, чтобы у вас это там отпечаталось в мозгу. Из этих 20, на мой взгляд, самые важные три – потребность любви и значимости. Да, помните, я вас спрашивала, какой самый главный вопрос, интересующий пьющих алкоголиков? Да, Вася, ты меня уважаешь? Вот. И за это вам дорого заплатить. И еще раз ответственностью с Васей. Конечно, Коля, да ты вообще крут неимоверно. И это очень ценно. И так любви и значимости, вот таком уважении у меня, какого возраста я не был, да, потребность безопасности и потребность принятия меня таким, какой я и есть. И поэтому, исходя из этого, очень многие люди начинают понимать, что они никогда не были объектом любви. Они всегда были объектом заботы. И это две большие разницы. Когда они делали замечания, меня страшили для магии пользу, для магии. Но когда я делаю непонимающему ребенку все время замечания и дергаю, я ему все время невербально говорю, ты плохой, 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 плохой. Это самый главный такой дистресс, так называемый у психологов, я недостаточно хорош, я недостойна. И это порождает много демонов, да? Но Бог с ними, с потребностями, мы еще будем о них говорить подробнее. Так вот, для того, чтобы выжить в деструктивной семье, а мы с вами говорили, деструктивная, это сама себя ломающая. В самом слове есть ответ. Деструктивная, дисфункциональная. Она не функционирует, хотя набор статистов вроде весь есть, да? И не функционирует, и в такой семье каждый будет выживать согласно своим потребностям и приспосабливаться. Труднее всего, естественно, маленькому ребенку. Труднее всего тому, кто пришел в этот род последний. Чем нездоровее род, тем больше достанется самому беззащитному. Это закон такой. Всегда, вот если мы рассматриваем государство, как семейную систему, мы видим, что ради выживания государство будут платить ее граждане. Они будут сдавать, как самые маленькие и беззащитные. Так и в семье. У нас существуют тоже такие правды. И вот этот ребенок приходит, знает он или не знает, и если семья развивается и живет по нездоровым правилам, то, значит, ребенок будет каким-то таким непонятным ему самому образом выживать, удовлетворяя свои потребности во внимании, в уважении, ну или хотя бы в чем-то, привлечении себе какого-то внимания. Ну и вот. В 1975 году психолог Элизабет Ремблер-Росс написала книгу «Со мной этого не может быть никогда», где я писала просто свою семью. У них там было четверо детей, отец-алкоголик, мать созависимая. И она просто написала об этом книгу, где разложила все это по полочкам. Эта книга вызвала целый бум на Западе. Люди, которые работали с зависимостями и вообще с людьми, признали это деловой литературой. Это были очень четыре выпуклых маски и роли, таких защитных механизмов приспособления и выживаем, и выживательности. И с тех пор эта лекция, она обязательно читается во всех центрах мира. Потому что маска – это маска. Когда-то она нужна для того, чтобы маленький человек выжил, как говорится. Но вот уже угрозы нет, а маска остается. И вот уже человек проживает практически свою жизнь, не отдавая себе отчет, что не он руководит своей жизнью, а маска руководит его же. Ему некомфортно такому человеку. Такой человек не будет счастья. Какое-то время будет лучше, какое-то хуже, но он не будет понимать, что происходит на самом деле. Маска будет влиять на выбор профессии, на выбор мужа, на поведение с детьми, на все будет влиять его маска, которая будет впитываться в каждую клеточку его весела. И наша задача сегодня – просто познакомиться, что это за такие маски, и как они, как их можно узнать. Поэтому попрошу вас, если у вас тетрадь лежит вот как положено, положить ее вот так, потому что у нас будет шесть колонок. Я их обозначу на доске, но буду начинать писать, но не записывать, потому что у меня места гораздо меньше. Вот, шесть колонок. В каждой из которых мы проследим с вами вот эту маску от ИНДО, что называется. Они уникали свои названия, эти маски. И добро пожаловать идентифицироваться. Первая колонка будет называться «Условное название или способ выживания». «Условное название или способ выживания». «Условное название» Вторая колонка — внешняя манера поведения. То есть то, что мы не видим, то, что скрыто от нас. Потому что человек в маске — это человек в конфликте. Внешне он может быть разным впечатлением, внутри он будет совсем другой. И это очень трудная жизнь. 99,9% зависимых людей и со-зависимых — это люди, которые находятся в конфликте. Потому что в голове одно, в душе другое и так далее. Это тяжело. Четвертое — роль в семье. В роль в семье. Ибо семья — это все-таки какое-то такое сообщество людей. Каждый там играет свою роль. Пятая колонка — кем станет без лечения? Кем станет без лечения? И шестая колонка, соответственно. Кем станет, если получит помощь? Чем станет, если получит помощь? Успевайте, да? Итак, первая маска называется «Ребенок-герой». «Ребенок-герой». У меня есть такие картиночки. Здесь такой стоит мальчик. Он и кашу варит, и книжку читает, и в очках, типа «Призма ума», как бы, и люльку качает и прочее. Ну, это один из вариантов. На самом деле, тема очень широкая. И модификации этих масок достаточно много. Я поэтому буду сужать, локализовать, скажем, потому что у нас нет столько времени, чтобы обсуждать все акценты этих масок. Часто это старший ребенок, но не обязательно. Могут быть старшие братья, но может родиться девочка, и она будет такая. Сразу говорю, что это не обязательно, что в семье должно быть четверо детей. Совершенно не обязательно. Это просто узнаваемые маски. Может быть, один ребенок, который будет одну менять на другую. То есть не обязательно должно быть много детей в семье. Хорошо. Ну, может, это старший. И мать, пока я его ждала, говорила, «О, ты у меня родишься, ты будешь моей радостью, потому что у папаша козел конченый меня уже достал. Вот мы с тобой вместе. Вот будем любить друг друга». Я не знаю. Дети ведь слышат нас в утробе, как выясняется. И даже, говорят, в первой мысли матери очень многое зависит. И если она не рада беременности, пытается от нее избавиться и страдает по этому поводу, ребенок их послушный. Включается механизм саморазрушения. И тогда кесарево, видите, это болины, аллергологи, вывихи при родах, понимаете, и так далее. Многие заболевания. Он послушный, он слушается, он любит. И это целая жизнь. Ученые делятся теперь на три жизни, ну, как бы на две, скажем так. Есть люди, которые на три. От периода пренатального, то есть в животе жизни ребенка, и контакт с родителями зависит от того, как он проживет свою воплощенную жизнь. Напрямую зависит. Ну, считается, что от того, как мы проживем эту вот короткую нашу земную жизнь, это определит нашу жизнь вечную, ибо дух – это энергия, она никогда никуда не девается. Ну, бог с ним, не знаю, по каким причинам, но это ребенок, который достаточно рано берет на себя взрослые функции. Чем больше отец болеет своим алкоголизмом, предположим, в эту классическую схему, а алкоголик все больше пьет, жена зацеплена на него все больше, она как бы его спасает, и все горится, и то, и все. Как правило, такие жены, они уже сил не имеют заниматься детьми. И угадайте с трех раз, на кого больше обижаются дети, которые воспитываются в семье, у кого отец одна мать. Ибо есть функции, и у отца, и у матери они разные. Как от рождения считается, у мужчины есть один талант и есть свой крест. Он умеет, он рождается с талантом организовать пространство, но крест ему по жизни ведь научится. А у женщины она рождается с талантом любви. И крест по жизни у женщины научиться мужу подчиняться. И тогда, говорят, да если еще Бог над этим, тогда в этой семье будет дважды благословленная. И многого им случится в этой семье, где все устроено почему? В подчинении, как полагается, как и вся эта вселенная. Так вот, не прощается это, если мать раздраженная, если она не занимается детьми, если у нее сил не хватает. Может, они поймут когда-нибудь, когда у них будут мужья, алкоголики и так далее и тому подобное. Но долго понимать не будут и будут обижаться на мать за ее злость, за ее раздражение, за недоставку внимания, за то, за все. Сто процентов детей в семье с алкоголиком имеют большое количество обид именно на маму. Вот так вот. Ну ладно, бог с ним. Так вот это тот ребенок, который первый возьмет на себя взрослые функции. Напишем. Об этом можно очень много говорить, но будет писать. Значит, высокие достижения. Так напишем. Высокие достижения. То есть этот ребенок может даже начать верить, что от его хороших оценок, от того, от ребят. Может быть, лишний раз папа не напьется, и как бы в семье будет мир, и он будет пытаться прыгать выше всех, и бегать дальше всех. И каждый раз это будет подкрепляться, что вот какой ты молодец, а он будет получать любовь. Я напоминаю вам, что любая маска несет под собой способ добывания любви. Обратите на меня внимание. Скажите мне, что я хороший и любимый, и ради этого я сделаю все, потому что мы без этого все жить не можем. Вот. Что здесь второе? Всегда делает, что положено. Он такой, типа, правильный, хороший. Третье, что надо отметить, перфекционист, то есть очень тревожный внутри, потому что он будет стремиться достичь результатов выше высокого. Он всегда будет недоволен. Если он прошет лекцию, он будет полночи потом думать, а вот это я не сказал, а мог бы вот так, а вот можно было вот так. То есть задним умом будет сжирать себя, а ведь мог бы подпрыгнуть. Вот если бы я разбежался и сделал бы левую толчковую, я бы еще сантиметров на 10 мог бы сделать лучше. Он будет все время недоволен, и ему будет очень тяжело. Перфекционист – это человек, который недоволен результатом, всегда, практически, не будет считать, что вот так можно было вот чуть-чуть бы получше все это сделать. Вот, значит, четвертое, что надо здесь сказать, работает, мы уже об этом говорили, работает для одобрения. Все это он делает, чтобы ему сказали, что он лучше всех, что он молодец, что он хорош. Если будет хоть малейшая возможность этого не делать, он будет плевать на потолок. И ничего, он этого не должен, а его способ достижения внимания и любви. Ну и достаточно. Вот, значит, этот ребенок вообще в самом большом конфликте, как правило. Этому ребенку может мама сказать, слушай, ты сейчас едешь к тете Ане на день рождения, ты же с папашей глаз не спускаешь. Ты смотри, он же сейчас может пивном и ларько со мной побежать, ты ему не давай пить. А если ты не выпьешь, ты приедешь к тете Ане, ты смотришь, он на водку-то не лакал, как скотина последняя. Ну а если она жрется, вы сразу мне звоните, ты его на такси погрузи и домой привези. И в субботу этот папаша, ему еще и дневник надо подавать на проверку. У этого ребенка, как правило, так называемые смешанные сообщения. Он не понимает, то вроде выполняют взрослые функции, потому что это тот ребенок, который знает, когда папаше подать стакан воды, потому что у него сушняк с утра на отходнике. Это ребенок, который сбегает в булочную, когда родители не до этого поймут типа и папу, и маму, и как бы сам. Это ребенок, который может получить детей из садика, потому что на детей все меньше и меньше времени. Он возьмет на себя взрослые функции, и у него, так сказать, взрыв в голове. Я кто? Я большой или я маленький? То есть у него перепутано все в голове, и ему от этого очень тяжело. Как правило, такой ребенок выбирает подсознательно какое-нибудь лечебное заведение в другом городе. Он в этом не находится. И он даже не отдает себе отчет в этом. Он будет махать рукой и говорить, ой, ой, буду писать. И будет, возможно, писать. Возможно, будет писать и деньги даже присылать. Но он уже не может, ему очень тяжело. Но он себе в этом отчеты не отдает. Просто напряжение его все больше растет. Ну, что внутри у такого человека, который, кажется, как танк, и коня на стаку остановится. Такое песнь вообще, первое слово за ним, и всеми стремится руководить. И вообще он с позиций начальника или родителя разговаривает с другими людьми и ведет себя. Он еще не дослышит, а уже думает, так, тебе туда, тебе туда. Он разруливает все это. Он взял на себя функцию очень рано взрослого человека. Что внутри? Обидчивый. Стыдливый. Чувствую вины. Страх. Низкая самооценка. Ну, и тут можно отметить, что болезнь в тюрьме прогрессирует, потому что он ставит нереальной задачей. Он несет ответственность, которую не способен нести ни один человек. За чувства, за мысли, за жизнь, за то, за сё, за всех. И это невыносимо. Вот. И все это, и все это, и все времена отлично, невозможно, это нереальный человек. Человек всего лишь человек. И как бы он, и все будет больше у него вины, и стыда, и страха не быть самым лучшим. И так далее. Хорошо. Ну, в семье понятно. Тот, кем можно гордиться. Тот, кем можно гордиться, потому что у нездоровой семьи очень низкая семейная самооценка. Знаете, такие люди очень любят упоминать, там, ну, советские времена у нас, у нас дядя завтись нового отдела, типа, мы тоже тут, вот. Ну, по ценностям времени, вот, обязательно вспоминать каких-то родственников, у которых там все хорошо, чтобы, ну, хоть как-то понять, потому что там это вот, типа, вообще непонятно кто. Кем этот человек становится, когда не получает лечение? Значит, я не буду везде писать про алкоголизм и наркоманию, это само собой понятно, потому что жить в конфликте с собой, быть в таком напряжении, тяжело. Человек ищет простейшие способы анестезии. Самый простой, сами понимаете, какой существует у нас наркотик, который продается в любом магазине, это алкоголь. И есть самый простой тест, если вы месяц не можете обходиться без алкоголя или без снотворного, у вас проблемы с алкоголем и со снотворным. Это очень плохой симптом, особенно для тех взрослых девочек и мальчиков, которые воспитывались в семье, где есть алкоголик, потому что генетика – вещь суровая. Самые тяжелые пациенты – это женщины за 45 лет, они практически не выздоравливают, и им не любит никто заниматься. Они могут так, бывает так, сестра такая хорошая-расхорошая, а брак прямо с круга сходит чуть ли не со школы, и не надо расслабляться. Эта сестра может запить лет 50, когда пойдет, как правило, у таких людей в семье нехорошее отношение, они чувствуют себя очень одинокими и использованными. Или они вообще посылают, как правило, они находят себе муж-алкоголик, это лучшие жены для алкоголиков. Вот, как бы, у нас жены мужья-алкоголики не потому что, а потому что дети, дочери алкоголиков не способны найти себе никого другого. Будет тысяча мужиков, армия мужиков здесь хороших, достойных. Брудунское движение – дочь алкоголика и алкоголик или наркоман найдут друг друга в этой тысяче. На первой же вечеринке избранник нажрется, как свинья. Вот все остальные будут ничего, а этот нажрется. Ей будет его жалко. Здесь много механизмов. Папаша не смогла вылечить, а этот по горизонтали доступен. Вот из него я сделаю человека. Вот, вот, и так далее. Есть изумительные книжки. Норгут, автор «Какая надо ли быть рабой любви», где описываются, кого, дочери алкоголиков и почему ищут себе. Это классика жанра. Заражают не мужья-алкоголики со зависимостью. Нет. Это дети из деструктивных семей, девочки из деструктивных семей находят в себе деструктивных мужей. Потому что это понятно, это привычно, и знаний нет, и так далее, и так далее. Хорошо, ладно. Итак, что же будет с этим человеком, если он не получит лечение и помощи? В лучшем случае трудоголик, трудоголик, вечно правый. Понимаете, он может быть самый-самый, ему маска не позволяет, он вас всех укатает, но докажет вам, что он ошибся. Ну ладно, может быть, я признаю свое мнение, потому что вы все хором были неправы и спровоцировали его на это. Он, его мнение и неправильно, как правило, существует. Два варианта было. Его мнение неправильно, остальное все неправильно. В браке такой человек, хоть ему и кажется, что он рулит, но это иллюзия, подчиненный. И не только в браке. Таким человеком управлять можно одним пальцем. Он хочет быть у всех хорошим, что невозможно. Он не может сказать «нет». Один нашепчет, тот, другой нашепчет. Все, и как между ними все это. Всем же надо понравиться, чтобы все сказали, какой я хороший. Ох, им можно дергать, как будто, хотя ему кажется, что он в те порядки устанавливает и себя руководит. Большое заблуждение. Вот. Значит, нуждается в контроле и манипулировании. Иначе невозможно. В контроле и манипулировании. Здоровый способ, он не умеет общаться. И так, нуждается в контроле и манипулировании. Запятая, поддается внушению, как я уже сказала, очень внушаемый, гонимый, как говорят наркоманы. Не может сказать «нет». Не допускает неудач. У него их быть не может. Не допускает неудач. Ну, и достаточно сейчас. И последняя колонка. Если такой человек получает адекватную помощь, и ему помогают увидеть и избавиться, и обрести свободу от невольного стереотипа поведения, что с ним происходит? Компетентный. Компетентный. Организованный. Уважаемый. Отличный сотрудник. Становится преуспевающим и здоровым. Я недаром сказала здоровым. Если человек остается по влиянию своей маски, он начинает очень тяжело болеть. Там такой уровень тревожность, что начинает разваливаться организм в конце концов. Хорошо. С этим понятно. Следующая маска называется «Козел отпущения». Козел отпущения. Такое древнее название. Оно шло до нас еще с библейских времен. По типу Фома неверующих. То есть брали Агнца, реального козла, когда-то в еврейском сирене. Священник служил определенную службу по определенному чину, как бы на него складывая грехи всего этого сирения. Потом этого Агнца, козла, уводили в пустыню, где он погибал от жажды и голода. Ну, как бы своими страданиями очищали это сирение. С тех пор под козлом отпущения понимается человек. Опять же, много грани этой маски. Примитивный, который несет не свое, не за себя страдает. Здесь мы рассмотрим такой вот тоже есть вариант. Изображен мальчик такой, ну, трудный подросток, то, что мы говорим. Вот такой тоже есть вариант козла отпущения. Тех, которых мы называем трудными подростками. Как он выглядит со стороны врожденной во второй половине? Врожденной. Значит, не подчиняется старшим. Для такого парня референтная группа подрос в верстнике. Часто он угрюм замкнутый. Ну, что нам еще важно? Ну, вовне. Ну, напишем еще, обвиняем других. Повторяю, в альянсе, он только со сверстниками. Взрослые не авторитет их вообще. Хорошо, что внутри? У такого, казалось бы, такого, такого, из такого злобного, угрюмого, замкнутого, грубого, хамоватого подростка или человека. Обидчивый, покинутый, злящийся. Мы много с вами знаем, что злость – это зонтичное чувство. Истинное чувство, на котором потом вырастает целая череда зонтиков. Это страх. И страх, который мы рождаемся с вами – это страх отвержения. Потому что раньше, если племя тебя отвергало, ты погибал. Ибо ты без других людей не мог ни огонь поддерживать, ни мамонта, это физическая смерть. Поэтому человек рождается с некими генетическими страхами. И страх отвержения, он силен в каждом из нас. Некоторые продают себя, предают себя за свой принцип, лишь бы только люди сказали мне, что я хороший, они принимают меня. Ну, по-разному это срабатывает во всех. Но мы с вами должны разбираться, что в базе, как говорят гениальные анонимные алкоголики, есть два страха. Страх потерять или страх недополучить. Если вы разберетесь в своих страхах, вам уже многое откроется. Но что мы еще? Неполноценный. Так он себя чувствует. Очень низкая самооценка. Очень низкая самооценка. Какая такая роль в семье, вот такого человека, так и напишем, привлекает к себе все негативное внимание. Правда в том, что это любимые дети, алкоголиков. То есть на этого можно свалить все, что угодно. Ты понимаешь, Вася, душа горит, ростил, ростил, мерзавец. Ты, Вася, главное, наливай, да наливай, понимаешь, потому что, ну, невозможно. Сволочь такая, окно опять разбил, школу вызывают. Я бы и не пил, да вот душа горит, потому что не ребенок, а потомок, вот вырос такой, да. Сознависимая мама, которая уже с катушек съезжает, у нее уже не сила, она в одном раздражении, и все такое. Она может все что угодно, и орать, и подать, и то, и все, ты меня довел. Но когда мы начинаем выздоровление, мы начинаем понимать, что тот человек, который обвиняет других, это проблемный человек. А свобода и здоровье, это как бы ответственность, да. Человек здоровый, он, если не захочет, потому что он выбирает, что ему думать, говорить и чувствовать, понимаете, он сам это выбирает. И никакие другие люди пусть он будет миллион. Если я сейчас не захочу обидеться, я не обижусь. У меня выборы есть. У кого-то этого выбора нет. Они живут по типу, дурак сам дурак, сволочь, что ты сдох. И все. И все. Примитивно, как муравьев. Удар за удар, куга за ого. И ку-ку. Но у человека здорового и зрелого у него есть выбор. Более того, говорят, на каждой ситуации пять вариантов выбора поведения. Поэтому говорить, что я сейчас орую, потому что вы меня рели, это то же самое, что как говорит алкоголик, я пью, потому что вы все сволочи. На себя как зеркало давно в последний раз смотрели. Как на вас смотреть не могу на трезвую голову. Или наркоман в своей пайке рассказывает, что он укололся потому и потому и потому и снег или нет снега, или дождя нет дождя, или я учусь, а вот или я не учусь, или у меня много работы, но работы жены, это меня любят, это же с души в свою боль, поэтому я накололся. Меня не любят. И так далее. Там можно так с барабаном сидеть и наматывать. Почему он на самом деле употребляет? Да потому что наркоман и хочет. И все. А все остальное в байке он должен себя убедить. То же самое и с узависимым. Я так себя веду, я так себя чувствую плохо, потому что вы... А это неправда. Такая же неправда. Я вот так себя веду, я не умею себя по-другому вести. Может, моя мама все время орала, когда было это мнение, отлично от меня на горло брала. И я так себя веду. А не потому что вы меня довели. Повторяю, человек здоровый, он выбирает, как ему себя чувствовать. Говорят, Господь дал людям даже выбор, когда им умирать. Когда уж устал и решил и так далее. Это всего лишь теории версии, но в этих версиях, мне кажется, есть что-то. Хорошо. Ну так вот, на этого можно сварить все. Ну и, соответственно, пятая колонка мы с вами напишем. Этот первый становится алкоголиком или наркоманом, потому что здесь снова в второй колонке давайте напишем еще такое выражение иммигрант. И я объясню. Это ребенок, который довольно рано уходит в себя и уходит из семьи. И если в подвороте мы видим какого-то пацана, который там рядом с ним какие-нибудь малолетки, это он, как право. Потому что он тоже часто обладает лидерскими задатками. Только этот со знаком плюс, а этот со знаком минус. И что интересно, когда вот этот есть в семье, лучше его не перепрыгнешь, он же самый лучший. И им еще все время в морду отвечает, а вот твой брат какой хороший, а вот твой брат какой хороший, кого угодно ты видишь. Вот этот вот может занять его место, когда этот исчезнет. То есть минус, плюс, перейти. Понимаете, это дело такое. Вот. И он довольно быстро уходит рано на улицу, а улица штука жестокая и жесткая. Хорошо, алкоголик, у девочек, у девочек такого типа равневременность. Сами понимаете, почему не запланированное, что называется. Ну, и напишем еще одну, проблемы с сагоном. Эти дети в силу разных причин стремятся тоже к любви. Напоминаю вам еще раз. Только эту любовь каждый получает по-своему. Не знаю, как сейчас, но раньше, если ты кирпичом засандаешь в окно в школе, то вызвал папу и маму. И папаша, как по этому поводу даже может не нажать в соответствии, прийти с мамой вдвоем. И на линейке прописочет и стену газету Иванов какой-то подлец. А подсознание, а подсознание ликует. Наконец-то обратили на меня внимание, да как много, елки зеленые. Так я еще раз может еще раз. И много раз я видела, только раньше я не понимала. Работая когда-то давно в школе, я не понимала этого ничего. И только потом все файлы у меня стали сходиться. Что это были за дети? И чего они хотели от нас взрослых, ведя себя непотребнейшим образом. Но когда к ним делала я шаг вперед, я с очень многими ребятами такого типа переписывалась. Даже когда уже ушла из этой школы, когда я работала в этой школе, и как бы они совершенно умнялись. Когда ты начинал с ними выходить на человеческий контакт, они нуждались. И у многих у них были алкоголики в семье. Вот. Как бы и работая на терапии, слышала я неоднократно, ведь нарезе один такой момент. Дети все равно плохо переносят развод. Развод они переносят плохо, потому что у подростка нет некоего механизма. Он еще не способен интеллектуализировать в силу своего инфантилизма все-таки. Не от мамы уходит папа, от него, потому что он экоцентрист. И это нормально для ребенка до определенного возраста. Он не понимает еще сложных, запутанных отношений между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. его бросает. Поэтому отец часто воспринимается как сволочь, он нас бросит в отломок. Еще если мама подливает масло лаконь, да-да, он бросит нас, гад, убьем его. Его здесь не может никогда-ногда разговаривать. Вот. В очередь является преступлением само по себе, скажем так. Вот. И поэтому сколько раз я слышала, а еще если придет еще другой мужик, какой бы он раз хороший ни был, мало кто это воспринимал. Вот. И вот тогда он может набиться, приползти и упасть в прихожей. И маманя его поднимает, и по мордасам стучит, и молит. Угадайте с трех раз, что в подсознании. Она моя, а не этого козла. А не таки и мистерство. Понимаете? Вот так. Поэтому наше подсознание, уууу, какая непростая штука. Оно аморально. Оно будет получать ему только ведомыми способами то, что ему не дали ни любви, ни заботы, ни уважения, ни чего-то там еще. Хорошо. Итак, кем станет без лечения? Если получит помощь, напишем вылечившийся от зависимости, от активной имеется ввиду зависимости, храбрый. Дальше не буду писать, но диктовать. Храбрый. Важный нюанс. Под чьим-то контролем уравновешен людям такого типа лучше быть номером два, а не номером один. И цены не будет. Под чьим-то контролем уравновешен. Реально смотрит на жизнь, что очень важно. Отлично умеет помогать другим. Способен пойти на риск. хорошего смысла этого слова. Третья маска называется «Потеренный ребенок». Не знаю силу каких обстоятельств, но вот так случилось. Дети быстро хватают то, за что их хвалят. Вот. Этот ребенок вот здесь изображен такой ребенок, сидящий перед телевизором или компьютером, такой сам к себе. Может быть ему сказали «Слушай, ну ты такой молодец, тебе не видно, не слышно, с тобой никакие проблемы, заботы». Все сказано, сделано. Любит, зато не видно, не слышно и никаких забот. Это его фишка начинается. Что мы какого типа тоже разнообразия видов, но мы напишем такой одиночка, мечтатель, спокойный сиду такой, как бы смотрит на жизнь как бы со стороны, часто компенсирует на питание, игрушки и так далее. Люди такого типа очень часто полны, потому что наша полнота, как если наша болезнь это между ушей, а не там, где мы думаем. Кожа это единственный барьер, который нас связывает с этой громадной вселенной. Все проблемы кожные и все проблемы подкожные это как проблема вот здесь между ушей. Страх очень многих людей все порядок с одним обе счастьем. Они боятся и поэтому выращиваем барьер между этим внешним миром и самими собой. Господа, да? Поэтому часто бывает ребенок может быть полным совершенно не потому что для этого есть какие-то объективные причины. Напишем, привязывается к вещам, а не людям. Людям он не досаждает как бы потому что роду не позволяет ну так можно сказать застенчивость. Что внутри такого человека «Одиночество» «Одиночество» «Покинутость» «Одвинчивость» «Одиночество» «Одинец» «Тревога» «Миногда он демонстративно, когда орают и ругаются, это придурки, это еще орают и дураки и демонстрируют свою полную индифференцию, ему все равно, но это все неправда, это все только маска, но для семьи это облегчение, Он растет в себе потихонечку, не требует. Хороший ребенок, хороший ребенок, говорят ему на это. Что будет, если он не получит помощи? Напишем. Нерешителен. Жизнь неинтересна. Мало радостей. Или их практически нет. Есть какие-то суррогаты. Вкусно поесть, посмотреть кино, прочитать какую-то книгу. Ну, какие-то компенсации того. Может наблюдать жизнь в телевизоре. Своей или не жить. Так всю жизнь проведет, наблюдает за чужими придуманными жизнями. Одинок, когда вырастает. Неразборчив в связях. То есть, как бы, перелетая с цветка и цветок, с цветка и цветок, как вы говорите. Не может сказать нет. Он просто не умеет этого делать. Не может сказать нет. Ну, почему-то считается, что у людей такого типа более свойственна ранняя смерть. Я не знаю. Ничего не могу сказать. Но то, что у людей такого типа, как правило, чаще всего встречается запутка сексуальной ориентации, это я могу сказать. То есть, они как бы по типу ушел в астрал и не вернулись. Давайте заблудимся там в этом астрале. Кто будет сильно на него влиять, туда он и пойдет, потому что он не живет реальной жизнью с детства. Он дружит с воображаемыми театрными героями, придумывает какие-то свои мечталки, воображалки. Он отрывается от реальности вообще. Чуть-чуть наркотиков, и его не вернуть в эту реальность. Очень тяжело, по крайней мере. Если этот человек получает помощь, напишем, независимый, талантливый, творческий человек, богатое воображение, настойчивое и находчивое. Моя последняя маска. Она называется «Шут». Здесь такой изображен развеселый удалец, такой веселый, прям веселый, вечно сменющийся человек. Эта маска называется и семейный клоун, и семейный, там, и талисман, ангелия, я не знаю как, но больше всего известен как «Шут». Сами понимаете, о чем мы сейчас будем говорить. Значит, ну, во-первых, симпатичный, инфантильный, часто гиперактивный, такой милый. Вот в такие школе, знаете, это учительница уже приняла решение, все, Иванова, вот через два шара, все, ну, невозможно, ну, что же это такое, прямо я не знаю, что с ним делать. И вдруг Иванова приходит Мари Свами. Мари Свами. Мари Свами. І такої и такої. Ой, ну, не возможно устоять, ну, ладно, Иванову, смотри же, полезь ци я такие, поставлю тебе тригну. Вот, он уговорился, он такой вот, уговорился. Потому что он такой, он такой весь из себя. Тут же мы напишем «Слабый нуждается в защите». И еще одно из вариантов этой «Маски». Мы в кино наверняка видели фильмы про тюрьму, допустим. И там кто первый начинает провокацию, драку, кто такой паренек, который... И начинает доставать того, который убить пришли. Но как только дело до драки, он раз, там уже дерутся мужики, а он в густах сидит. Шут такой при короле. Это тоже одна из модификаций этой «Маски». У него хороший подвешенный язык, он умеет заболтать, он назначил себя с детства ответственным за чувства других людей. Может быть, ему удалось удачно пошутить, потому что в нездоровой семье есть именно напряженка. Так или иначе, чаще напряженка, чем спокойствие и безопасность. И он думал, ах, милый там, ха-ха-ха. Засмеялись все. Все. И посмеялись. А посмеялись, это значит похвалили, приняли. И он начал это делать по любому поводу. Что у него внутри? Низкая самооценка. Одиночество. Боль. Отверженность. Страх. Тревога. Неуверенность. Страх, тревога, неуверенность. Что он какую-то роль несет в семье? Понятно, мы уже сказали, юмор семьи. Он разрядит, он хоть как-то поможет своей нездоровой семье разведиться, прохохмить и так далее. Ну, что можно сказать как у человека, который вырос уже? Ну, как бы так, говорят, клоун по жизни, что называется. Напишем, не способен справляться со стрессом. В браке напишись, пожалуйста, «герой», в кавычках, луну с неба она обещает, правда, потом и картошки не купит, но не может. В браке герой, вечно на грани истеки, он все время бодрится, он не дает себе, он должен все время блистать, что-то обещать, что-то такое, какие-то планы нереальные строить. Вот. И это очень тяжело быть все время на грани истеки. Этот человек называется эмоциональный дальтоник. Пишите, пожалуйста, эмоциональный дальтоник. Очень трудно с такими людьми работать. У них запрет на выражение негативных чувств. Они взрываться, они будут пить по 40 лет, гася пожар своего негатива. Но вам не выдавать вам развеселого, хорошего такого парня. И когда этот подвал негатив будет переполняться, они будут нуждаться в алкоголе. И, казалось бы, такой хороший человек, а глядишь, сдрынув по деревне, сейчас всех перерезу, сволочи. Наутро опять вроде ничего, мужик, что ж такое. Ну вот. А это то самое. Люди негативы сжигают этого человека. Мы все испытываем разные чувства. И нет плохих чувств, но есть способность или неспособность их выражать. Вот. Кто-то их не выражает, тот их подавляет. А с чувствами так нельзя. Чувства очень серьезная штука. Ну вот. Или ты их контролируешь, или они тебя. И тогда ты будешь испытывать разные состояния, взрываться, или там грустить, вдруг не стало ни сего и рыдать. Они тогда будут руководить тобой. Лучше этого не делать. Чувства надо уважать. Их надо уметь признавать и выражать. Не подавлять. Если кто-то подавляет, то ему потребуется наркотики алкогольные, или транквилизаторы, или снотворные. Потому что очень тяжело. Что будет этим человеком, если он получит помощь? Обаятельный гость и хозяин. Обаятельный гость и хозяин. Остраумен. Остраумен. С отличным чувством юмора. С отличным чувством юмора. Независим. Независим. Услужим. Независим. Услужим. Независим. Вот мы с вами рассмотрели четыре этих маски. Что еще можно о них дополнить? Как правило, первые ребенки-герои, это лучшие жены для алкоголиков, наркоманов, трудоголиков и всяких прочих голиков. Понимаете, да? Этот человек вряд ли он верит. Он привык. Он может думать и говорить все что угодно. Там в подсознании сидит программа определенная. Не надо всех их спасти. Если не я, то кто? Надо спасать, короче говоря. Будем бороться. Без борьбы жизнь невозможна у такого человека. Вот. Этот нелеченый, когда, если это не алкоголики и наркоманы, тогда это жены алкоголиков и наркоманов, это врачи, которые на работе на 12 часов сидят, потому что они верят в то, и они получают так любовь. Им праздник, когда пациент говорит, вы спасли мне жизнь. Вот оно. Этот человек умрет на этой работе. Все оставит в своем здоровье. Он будет загибаться. Нет, нет. Только ради людей. Вот. Потому что эта доза как для наркомана наркотик, как для алкоголика алкоголь. Это та же самая доза для этого человека. Он без этого ему плохо. Скажите мне, что я хороший. Скажите, что я вас спас. И тогда только я поверю, что я хороший. И я умру с голодухи и от недосыпания. Только скажите мне это. К сожалению, у таких людей очень много у меня среди психологов. Вот я читаю в двух узах этого города. Я думаю, мама дорогая, понимаете, 90%. Вот завтра они уже пойдут как бы большую психологию лечить. И они верят, что они на карманах. Ага, у меня пальцы его лечат. Ну вот. И я вижу, что клиенты сидят нелеченные. Меня улыбка сберет каждый раз. Вот. И знаете, тяжело. Потому что помогающие профессии. Это там вот эти вот основные представления. Умру, но все пропьем, но плод не опозорим. Вот своя личная жизнь это типа ерунда. Буду спасать. Буду спасать. Она просто одного какого-то другого найдет и так далее. В общем, в жизни всегда есть место в воздухе. Вот. Козел отпущения это человек, который равнодостаточно попадает на зону. И если он еще был не в здоровой семье, а ведь любого даже самого здорового ребенка может превратить в невротика. И если у него не будет очень простых вещей, во-первых, вот этих вот потребностей, о которых я говорила, да. А во-вторых, еще такие простые вещи, как его режим дня, для ребенка должно быть все прозрачно. Почему, когда наркоманы попадают на терапию в зависимости, они точно знают в 7 подъем, в 7-15, они уже на улице. Они знают расписание. Это успокаивает тревожность. Это снимает тревожность и успокаивает психику. Поэтому любого ребенка можно сделать невротиком, если сегодня ложимся в 10, а завтра добрый папа с мамой смотрят кино до часу, а послезавтра еще и шлепнут, потому что в 10 надо будет в постели. Там вот замкнет. То, что взрослые могут понять, дети понять не могут. Они точно должны знать, что, когда, почему и зачем и прочее. Друг этот ребенок попадает, а он попадает, потому что он сейчас быстро уходит на лодицу и быстрее всех наркотизируется. Там и, соответственно, проблемы с законом у него возникают, и у друга попадают в тюрьму, и психика его начинает успокаиваться. В шесть подъем, там чифербак, здесь мужики, здесь блатные, здесь огущенные люди, каждому свое место, в субботу баня, а тут можно папиросочку забить. Все строго регламентированное. Он поет песню «Не жди меня, баба, на свободу, на свободу, менты, проклятые, сгдаими». И угадайте с трех раз, так рвется на свободу, что, как только выходят за порог, некоторые в этот же день вскрывают такой ларек, в котором явно нет ничего, не отдавая себе отчета в том, что делать, чтобы как можно скорее давно попасть домой. Потому что там становится гораздо комфортнее, чем возвращаться в непонятную, нездоровую семью. Вот какие игры в подсознании, что делает маска с этим человеком. Да, потерянный ребенок, я уже говорила, он как бы постоянно находясь в одиночестве, у него страдают коммуникативные функции. Он не может, он так и не научился с людьми общаться, поэтому он такой одиночка по жизни и прочее разное. Ну и шут, шут наложит на себя руки, но не пойдет к людям, когда ему по-настоящему тяжело, потому что он себе это запрещает. И если он женился, и у жены, допустим, не дай бог, умил ребенок, он скажет, да ладно, не расстраивайся, другого родил, типа вроде поддержал. Правда в том, что он по-настоящему теряет способность глубоко страдать, постоянно хихикает. Знаете, как бы... Вот, поэтому он называется эмоциональный далтоник. Этот человек требует более глубокой работы для того, чтобы вернуть ему утраченные функции. Мы с вами знаем, что реабилитация – это возвращение утраченных функций. Хотя мы в десятке занимаемся не столько реабилитацией, сколько абилитацией. То есть научению вновь, потому что выясняется, что наши дети очень многого и не знали, что это положено к их возрасту знать. Да? Вот. И если вы обладаете этим набором знаний, подойдя к детскому саду, внимательно понаблюдая, вы можете вычислить жизнь некоторых детей. вот это вот где-нибудь крутится недалеко от воспитательницы. «Марина, Марина, а он нам петь-то чего делает?» Да. И не потому, что она родилась в погонах ГГБ. Нет. И поэтому ее уже, ее любят или хвалят только за что-то. за хороший выбранный пол, за пятерку, еще за что-нибудь. Все. Она ноль. Она для вас важна и получает похвалу только за что-то. Поэтому она ноль земли уже родила. Лишь бы только вы сказали, какая ты молодец, такая хорошая девочка. И так себя поведет не очень умная и образованная воспитательница. Умная вычислит все это и поведет себя по-другому. Скажет, Маша, спасибо тебе, конечно, что ты мне не доверяешь. Все-таки воспитатель-то здесь я вообще-то. Ну, найдет вообще слова, чтобы и не обидеть, и выбивать эту девочку, и помогать ей понимать, что она сама по себе даже совершает глупости. И не прыгая выше всех, все равно замечательно. Его здоровый родитель. Он все равно показывает ребенку, что он с ним в одном окопе. Да, я бы хотела, чтобы ты получала по пятерке. Да, ты сейчас получил двойку, мне неплохо просто. Я разочарована, я переживаю. Я бы хотела, чтобы ты был у него на чертке. Если бы говорили, мам-мам-мам, мать-мам, очистка пошла. Вот, и так далее. Понимаете? Вот, но все время показывает ребенку, что он имеет право на ошибку. Имеет право не знать. Имеет право не прыгать выше всех. Имеет право делать ошибки и серьезные ошибки. И все равно его за это любят. Потому что ты мой самый дорогой ребенок лучше всех для меня. Вот так. Да? Этот, этот будет там. Банки, кошки, там где-то там, кто-то там че-то кому-то холосты отрывает. Это он где-нибудь там. Он таким, ай-то собака, ты такая, ты че-то, ты-то. Я его не знаю, звук, он поставил сюда, донышится. Все. Вот он так и учился. Для него нормально, когда на него ругаются. Это для него нормально. Это хорошо. Ему не важно. Лишь бы только на него обращали внимание и выделили как-то из всех. Потому что он тоже хочет быть каким-нибудь таким вот. Вот таким вот. Хочет быть и все. Потерянный он как бы сидит в песочнице. У этого всегда 150 поводов будет освобождено в дискультуре. Как правило, там просто смертельно будет. Типа того. И не потому что больно. Все. Пошел процесс. Болеть. Вырастить можно, да? Он будет в песочнице там свои замочки. Таким вот типа все фиолетово вообще. Вот там в песочке себе. Поглядывать будет. Ну так достаточно отстраненно. Вот. И это плохо, конечно. С этими детьми надо все время контакт глаз и их к людям, и к людям, и к людям. Чтобы они развивали коммуникативные функции. Иначе тяжело. Иначе бутылкой можно стать единственным другом. Ну и шут. Ну шут он нигде и везде. Он там постоит, здесь постоит, здесь пенталитас. Здесь похихикает. Он летает туда-сюда. И даже у маленьких детей уже можно увидеть эти маски. И опять я вспоминаю свой первый опыт. Еще когда-то после музыкального училища меня распределили детский сад. И вот потом, задним числом. Я вот лично помню. Нет фотографических. Хотя это было много лет назад. Такой детский сад на Лизы Чайкиной. И там. Многие просто помнят, как будто вчера эта группа заходила ко мне на занятия. И все у меня сходится. Они были маленькие еще. Но все уже до. Процессы уже пошли. Они приспасались жизни так, как уж у них получалось. Поэтому невозможно выздоравливать, если ты как бы не знаешь об этом, не видишь этого. И программа «12 шагов» помогает обрести свободу и душевный покой. Свободу и душевный покой можно обрести только освобождаясь от влияния на меня каких-либо психоактивных веществ или стереотипов поведения. Или убеждений, так называемых посланий детства. Надо уметь анализировать свой опыт, понимать, что работает, что нет, и что со мной происходит на самом деле. И есть у меня такие люди, которые живут уже 30 лет, уже 30 лет знания, что муж нелюбимый. Но потому что у мамы в деревне бабка Нюся скажет «А, Анька-то разведенка!» Они ненавидят друг друга уже, но она за него тянет. Она его жрет поведом, уже есть отгрызанный мужик, но не бросает. Почему? Потому что утверждение. Разведенное – это плохо, в деревне осудят. А что подумает, ну, тихо, приняние Мария Алексеевна и так далее. Так кто управляет нашей жизнью? И что управляет ей программа «12 шагов» дает возможность отлично разобраться, если вы хотите приехать на станцию «Свобода». Но это не всем дамы. Это трудно и наркоманам, и алкоголикам, и созависимым, как самым больным людям. Я вам напоминаю вам, что созависимость стоит на первом месте, на втором органализме, на третьем номане по степени тяжести, господа. Прежде чем мы с вами расстанемся, я прочту вам книги текст и с удовольствием раздам вам эти листочки тем, у кого их нет. Вы будете, если ходить на группу, и если ваш выбор будет выздоравливать самим и нести здоровье в свою семью, тогда вы обязательно попадете на группу, будете читать книги и ходить там, везде, где возможно ходить. Вы услышите такое выражение «отделиться». Это философия вопроса, вам придется с этим разобраться. И я хочу сейчас прочесть такой текст, который называется «Кредоотделение», то есть философия этого вопроса. Ты и я, мы соединены вместе. Я ценю этот союз и хочу сохранить его. Тем не менее, каждый из нас лечить со своими неповторимыми потребностями и право пытаться удовлетворить их. Я знаю, когда ты проявляешь гнев, значит тебе плохо. Я попытаюсь проявлять сочувствие и не отвечать злом на зло. Я не буду принимать обвинения и упреки за маленькие чувства, а также попытаюсь не страдать вместо тебя. Я буду уважать твои потребности по мере своих возможностей, не забывая и о своих нуждах. Я не стану искать пути решения твоих проблем, не стану делать выбор вместо тебя. Я постараюсь не ждать от тебя решения моих задач и не стану принимать осуждений за мой выбор. Каждый имеет право на собственное решение. Обещаю слушать тебя без осуждения, всегда оставляя за собой право принимать себя такой, какая мне есть. Я не хочу, чтобы ты подавлял мои достоинства, взгляды, чувства и также сама постараюсь не делать этого по отношению к тебе. Я сохраню за собой право продолжать развиваться, отличить и не позволю тебе препятствовать этому. Я молюсь о здоровых, дружественных, взаимоудовлетворяющих отношениях. И всю жизнь я буду стремиться стать такой, какой я должна стать. Я молю того же и для тебя, чтобы ты стремился наиболее полно реализовать все свои возможности и таланты. Вот на этом наша встреча закончена. Пожалуйста, поднимите руки те, у кого такого замечательного текста нет. Спасибо. 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 Спасибо.